МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканал Юрген Крик криминал-комментарий в студии Эдуард Бушуев. Здравствуйте! Сегодня подведем итоги недели. Покушение на банкира, криминальные тайны Логиновской группировки, охота на зебре, негласные соревнования пешеходов и водителей, назад в прошлое, интернет-ахинея с личным мотивом, вирусное проникновение, письма несчастья, как ящик Пандоры. В понедельник сотрудники столичной ГИБДД подвели итоги операции «Безопасная неделя». На улицах, где участники дорожного движения ведут себя особенно активно, стражи порядка установили дополнительные посты. Как оказалось, правила нарушат не только пешеходы, перебегающие проезжую часть в неположенных местах, но и водители, которые не хотят останавливаться и пропускать переходящих дорог у людей. В этом убедился Антон Булаев. Участок дороги вблизи торгового центра по улице Ленина в Сытывкаре один из самых опасных. По словам сотрудников ГИБДД, люди здесь идут буквально на пролом. Мы убедились в этом сами. Вот молодой человек направляется через проезжую часть в сторону остановочного комплекса. Причем буквально в десяти метрах от него находится пешеходный переход. Кроме того, в ушах у парня наушники. Дорогу нужно где переходить? Совершенно верно по пешеходному переходу. Перешли дорогу. Вот все равно в эту сторону идете. Могли бы дойти до пешеходного перехода и спокойно, безопасно перейти. В наушниках идете, ничего не слышите. Это опасно. В наушниках переходите. Минуту назад водитель этих зеленых «Жигулей» едва не сбил пенсионерку прямо на зебре. В последний момент бабушка успела отскочить в сторону. Сам водитель заявил, пешехода на дороге не заметил. Могло произойти что? ДТП наезд на пешеходах. А, присядьте, пожалуйста, в патрульный автомобиль. За такую невнимательность водителю придется ответить рублем. При помощи видеорегистратора патрульной машины, а также камеру видеонаблюдения автоинспектора фиксировали каждый автомобиль, проезжающий данный участок дороги. Вскоре полицейские вывели еще одного нарушителя. Мужчина на форде не пропустил маму с коляской. Патрульный автомобиль сорвался с места и рванул за иномаркой. На следующем перекрестке седан был остановлен. Мужчина заявил, что очень спешил и пешехода банально не заметил. Водителя полицейский пригласил в патрульный автомобиль для составления протокола. Также его проверили по электронной базе данных ГИБДД. К слову, нарушению владельца иномарки больше не оказалось, поэтому наказывать по всей строгости его не стали. За нарушение правил дорожного движения водителям, который не пропустил пешехода, ему предусмотрен штраф в размере от полутора до двух с половиной тысяч рублей. Например, пробив по базам учетам, если будет установлено, что водитель неоднократно нарушает правила дорожного движения, в том числе и не пропускает пешеходов, не предоставляет преимущество движения, то возможно назначение административного штрафа максимального, то есть двух с половиной тысяч рублей. Только за неделю операции автоинспекторы Сыктывкара привлекли к ответственности 72 пешехода. Все они пытались перейти проезжую часть в неположенном месте, с риском для собственной жизни. Водителей, которые не удосужились пропустить идущего по земле человека, оказалось гораздо больше. Штраф получили 93 нарушителя. Четыре года колония общего режима получила за распространение в интернете экстремистских идей жители Эшинского района Сыктывкара Александр Тюрнин. 40-летний мужчина, объявивший себя ни много ни мало председателем КГБ КОМИ АССР, призывал на своей странице в социальной сети к свержению государственного строя, насилию в отношении стройников правоохранительных органов и евреев. Оказалось, радикал уже не первый год в поле зрения силовиков и выслушал не один приговор. Репортаж Максима Васильева. Я председатель КГБ КОМИ АССР. Аккуратней. Хорошо. Сейчас понятых остановим. Каких понятых? Вы нам обязаны предоставить. Давайте я сейчас им объясню все права. 19.3 статья, завтра будет суд у вас. Какой суд? Это я вас услышу. Хорошо. Посудимся, я вам ничего не буду. Вызовите судить. Я вас пристрелю и все. В конце марта прошлого года Сыктывдинский автоинспектор в рамках операции «Нетрезвый водитель» на въезде в село Вильгарт проверяли проезжающие автомашины. Водитель Хюндайгет с явными признаками алкогольного опьянения наотрез отказался показывать свои документы и стал угрожать. Вы будете предоставлять документы нам? Не будете? Давай, открывай машину. Если вы откроете, я сейчас... Хорошо. Открывай машину. Тихо, тихо. Оказалось, Александр Тюрнин за год до этого уже был лишен водительских прав за езду в нетрезвом виде. За повторное нарушение ему светила уголовная статья и небольшое наказание. А вот за нападение с ножом на полицейского уже грозил солидный срок за решеткой. Нож был изъят. Также в автомобиле Хюндайг была обнаружена бутылка пива полтора литра. Ну и чехол от данного ножа. То есть мужчина, прежде чем повернуться к сотрудникам, снял чехол и уже с клинком вернулся в сторону полиции. Выяснилось, слова водителя о коме АССР и председателя КГБ, которые ушли вместе с советской эпохой, были непьяным бредом. 1 марта 2017 года Тюрнин вступил в незарегистрированную организацию КОМИ АССР, которая была территориальным подразделением общественного движения СССР, Союза славянских сил Руси. Ее идейный вдохновитель московский стоматолог Сергей Тараскин в 2010-м назвал себя исполняющим обязанности президента псевдогосударства, а также императором Российской империи. Обманным путем нам заменили настоящий паспорт СССР на паспорт АУСВАЙС. Загнали в кредиты, ипотеки, займы и другие долговые обязательства, превратившись на рабов американских корпораций. Сторонники возрождения былой страны заявили о нелегитимности Российской Федерации, а значит и всех органов государственной власти. Отказ от оплаты коммунальных услуг, налогов и банковских кредитов, игнорирование судебных решений и еще одна обещалка самозванцев из СССР. Сам Тюрнин подавал другим пример. Купил в кредит ноутбук, а затем отказался возвращать банку свыше 40 тысяч рублей. В итоге его обвинили в мошенничестве. Свои бредовые идеи он высказывал в видеообращениях в интернете. Ненависти и вражды послужили основанием для возбуждения уголовных дел. Эжвинский суд начал рассматривать их в январе 2018. Этот процесс жизни Александра Тюрнина, который не признавал свою вину и постоянно пререкался с судьей, был уже третьим по счету. В июле прошлого года Сыктывинский суд дал свою оценку инцидента с автоинспекторами, назначил ему 9 месяцев лишения свободы и двухлетний запрет на вождение автомобиля. Эпизод мошенничества с кредитом потянул на 16 месяцев неволи. А вот за экстремизм по совокупности приговоров ему назначили уже 4 года колонии общего режима. Решение еще не вступило в законную силу. Лидеры Логиновской преступной группировки Владислав Трофимов и Сергей Бугуев выслушали очередной приговор. Их обвиняли в покушении на соучредителя банка сбережения и развития Сергея Езимова в 2004 году. По данным следствия, за убийство коммерсанта некое лицо обещало киллеру полмиллиона рублей. Но реализовать задуманное не позволил заклинивший пистолет. Репортаж Константина Куратова. Осенью 2008-го оперативно-следственная группа сотрудников ФСБ, МВД и Следственного комитета обнаружила в гараже в Эженском районе целый арсенал оружия и боеприпасов Логиновской преступной группировки. Среди изъятых автоматов, гранат и винтовок было немало пистолетов, предназначенных для стрельбы с глушителем. Один из стволов – газовый ИШ, переделанный под стрельбу боевыми патронами. Сыщиков заинтересовал особо. Из него в 2002 году была расстреляна машина отца убитого милиционера Кокорина. А спустя два года из него же пытались убить соучредителя банка сбережений и развития Сергея Езимова. Кто именно из логиновцев покушался на банкира, стало известно только в прошлом году. Один из лидеров бригады, пожизненно осужденный Владислав Трофимов, написал явку с повинной и изобличил подельника. Бугуев озвучил Трофимову предложение некоего заказчика ликвидации банкира. Через неделю после этого разговора киллеру передали фотографию жертвы. Аванс 250 тысяч рублей и пистолет с глушителем, внешне похожий на пистолет Макарова. Бугуев указал на место жительства и место работы потерпевшего. Банк сбережения и развития, а также показал его автомашину марка Toyota Land Cruiser светлого света и гараж. На подготовку к совершению преступления у него ушло порядка трех месяцев. Он, Трофимов, следил за Езимовым. При подготовке к убийству Езимова Трофимов опробовал пистолет. Возле гаражного комплекса произвел из данного пистолета два выстрела. Проблем у него с пистолетом не было. Возможно, именно эти два пробных выстрела и спасли жизнь заказанного банкира. Вечером 3 декабря 2004 года Трофимов возле гаражей по улице Первомайской, недалеко от нынешнего управления полиции, подкараулил свою жертву. Выстрел в нее два раза, но контрольный в голову сделать не смог. Заклинило пистолет. Раненый в грудь и живот Сергей Езимов тогда выжил. Кому коммерсант перешел дорогу, он следствию тогда не назвал, либо не знал, либо побоялся других покушений. В части мотива заказчика, учитывая, что по делу данного лица не установлена, у следствия имеется только версии. Мотива, одна из которых, конечно же, это связано с профессиональной деятельностью данного жителя города Сыктывкара. Ответить на вопрос о заказчике мог второй фигурант Сергей Бугуев. На следствии, по большому делу, именно он изобличил основных участников преступного сообщества. И за это получил отсюда большую скидку по наказанию. В этот раз он вообще сначала отрицал свою причастность к данному преступлению, заявлял, что его оговорил Трофимов, которому уже нечего было терять. Позже, в апреле этого года, уже на судебном процессе, Бугуев признался в содеянном и назвал даже якобы фамилию заказчика, умершего в 2007 году. «Все мое поведение, начиная с ареста 13 января 2008 года, говорит о том, что давно уже стал на пути исправления, осознал, что раскаялся. Поэтому приношу извинения потерпевшему, сделал все возможное у меня. Но еще буду дальше постараюсь как-то еще заглонить. Прошу учесть все эти обстоятельства. У меня в деле, в принципе, все есть уже. Повторять не буду. Поэтому прошу назначить, прошу ограничиться тем, ну, выбытым наказанием». Из десяти с половиной лет, назначенных по первому приговору Верховного судакоми, Сергей Бугуев отбыл три четверти. Условно досрочно вышел на свободу, а затем снова был арестован. Судебная коллегия, рассмотрев уголовное дело о покушении на банкира, признала обоих фигурантов виновными. Трофимову назначили 11 лет, которые вошли в его пожизненное заключение, а Бугуеву, по совокупности двух приговоров, 15 лет колонии строгого режима, большую часть из которых он фактически уже отбыл. Решение Сыктывкарского суда еще не вступило в законную силу. В Печоре разыскивают подозреваемых в групповом убийстве семьи в поселке Кожева. Преступление произошло днем 3 октября. По данным силовиков, в результате нападения от открытой черепно-мозговой травмы погибли 54-летний мужчина и его 14-летний внук. 12-летнюю сестру задушили. Мать связали, придушили, но она осталась жива. По версии следствия, к убийству причастны сожитель женщины 38-летний Денис Фадеев и его приятель 37-летний Денис Попов. Сейчас их активно ищут, все дороги из кожи перекрыты полицейскими патрулями. Возможно, мужчины ушли в лес, скрываются в заброшенных зданиях или на дачах. Всем, кому что-либо известно о местонахождении подозреваемых, просьба сообщить по указанным телефонам Печоре. Большинство жителей нашей республики сталкивались с мошенничеством. В 2018-м с новой силой начали распространяться телефонные аферы при помощи СМС и ММС. Каким образом преступники обманывают граждан и как им можно противодействовать, в рубрике «Полиция сообщает» расскажет представитель МВД Вера Желесова. Жители республики все чаще стали попадаться на уловки злоумышленников, рассылающих подозрительные СМС и ММС сообщения. В текстах содержатся активные ссылки, при переходе на которые в смартфоны попадают опасные вирусы. В результате личная информация, фотографии и видео, храняющиеся в современных гаджетах, становятся известны интернет-вымогателям и шантажистам. Кроме личной информации о владельце телефона, вирусы получают доступ к банковским счетам владельца смартфона. После того, как любопытный гражданин переходит по ссылке, с его счета начинают списывать деньги. В случае, если вы обнаружили факт хищения денег с банковской карты, при этом вам недавно поступало СМС или ММС сообщение с активной ссылкой, необходимо как можно скорее обратиться в банк и заблокировать карту. Затем написать заявление в полицию и предоставить сотовый телефон для проведения компьютерной экспертизы. До обращения в полицию не следует произвести какие-либо манипуляции с телефоном, особенно удалять из его памяти вирус. Такими действиями вы самостоятельно удаляете следы преступления, необходимые для поимки злоумышленников. Кроме СМС и ММС сообщений с вложенными ссылками, стоит опасаться из ссылок во всех мессенджерах и социальных сетях. Если сообщение пришло от вашего друга или знакомого, перед открытием ссылки позвоните ему и уточните, не взломана ли его страница. Помните, современный сотовый телефон – это портативный мини-компьютер, который подвержен постороннему вмешательству при помощи специальных программ-взломщиков. Для того, чтобы максимально обезопасить себя от интернет-злоумышленников, нужно обязательно устанавливать лицензионные антивирусные программы, большинство из которых абсолютно бесплатны. На этом выпуск завершен. В студии был Эдуард Бушуев. Наша программа можно найти на сайте yurgan.rf. Напоминаем, телеканал «Юрган» в пакете Триколор ТВ. Следующий обзор чрезвычайных событий региона проведем в понедельник. Берегите себя и своих близких.